Новое видео выходит каждый день в 20.00. По крайней мере, я не видел. Я видел только трансляции, где было там, знаете, Ричи против Делорензи. Но тут, чтобы угадать какой-то исход, не нужно быть Вангой и так далее. Для того, чтобы понять, что Делорензи этого Ричи, ну он просто его выебет. Потому что вот даже по количеству подписчиков, даже сейчас можно понять, что Делорензи бы его хоть как выебал рано или поздно. И Ричи должен был сделать что-то экстра неординарное, для того, чтобы вот прям Делорензи его не обогнал. И то это на какое-то такое, знаете ли, не особо длительное время было бы. Потому что Делорензи вот с каждым новым роликом подписывает на себя все больше и больше человек. Я решил узнать так, по рофлу, разумеется, что Делорензи я бы ни в коем случае не перегнал. Это разумеется, оно так или иначе, ну типа, ну это понятно, это невозможно в принципе. Вот сейчас с тем контентом, что делаю я, набрать вот 445 тысяч подписчиков за стрим. Это невозможно. И без разницы, сколько стрим будет идти. Хотя нет, вы знаете, если бы он шел где-то, ну лет 100, я думаю, что у меня бы была эдакая возможность подписать на себя людей. Однако, вот, ну, мне не особо нравится вот то, когда люди подписываются на тебя не из-за того, что вот ты делаешь что-то невъебенно охуительное. А вот просто потому, что, ну, нужно подписаться, ну да, ну, поддержать чилика и так далее. Эти же люди, они потом не смотрят твой канал. То есть, мертвые подписчики. Вот с чем я и борюсь, вот, создавая этот канал от моего основного канала Сдан Семена, которым там сейчас, ну, просто какой-то пиздец по просмотрам. Да, разумеется, я сам виноват. Однако, просмотры начали падать даже тогда, когда я абсолютно ничего не менял в контенте. То есть, он какой был, такой и остался. То есть, ну, я не понимаю, возможно, я должен был как-то усовершенствоваться и так далее. Однако, почему Долорензи из раза в раз снимает одни и те же постановы, которые пошли уже по третьему, если не по пятому кругу. И на него все равно подписываются просмотры, все равно остаются плюс-минус на том же уровне. А я снимаю одно и то же. То есть, только унижаю свои просмотры. То есть, они, блядь, я не знаю, падают. То есть, падают просто. Я не знаю, как можно это еще сказать. То есть, ну, они падают. Вот, из-за того, что я делаю тоже с... Ну, мне это абсолютно было непонятно, почему так происходит. Почему у кого-то, кто делает одно и то же из раза в раз подписчики растут, а у меня они только падают. То есть, появляются отписки и так далее. И мне кажется, что вот с этих вот 7600 подписчиков я не уйду никогда абсолютно, чтобы я не делал на том канале. Потому что там подписчики, они уже мертвые. Для ютуба мертвые подписчики. Это как... Ну, это полнейший пиздец. То есть, он с ними ничего не делает. Я думаю, что вот на моем основном канале мы можем только изначально прийти к нулю подписчиков. Вот прямо, чтобы там было ноль. Ну, или, я не знаю, 200, 300, 500. Ладно, тысяча вот активных подписчиков. И все, и не более того. Вот. Однако, вот вы знаете, вот на этом моем канале я хочу собрать вот именно активную аудиторию. Поэтому, если вам нравятся ролики, если вы готовы смотреть, если не каждый, то хотя бы через ролик мои вот новые видеоролики, то подписывайтесь. Разумеется, да. Но если вы не готовы это делать, то, пожалуйста, не нужно на меня подписываться. Просто потому что... Ну, типа, ну, он попросил, ну, почему бы и нет. Однако, я очень хочу добить тысячу подписчиков. Потому что, вот знаете, на основном канале Задан Семен, там вот я добил тысячу подписчиков спустя 3 года. После того, как я сделал свой канал. Потому что, ну, даже вот знаете, несмотря на то, что там были какие-то вот ролики, там, по 100 тысяч просмотров, там, обзоры модов по Майнкрафту, по 20 тысяч просмотров, по 10, по 1000 просмотров. Потому что подписчиков всегда было, ну, не особо много в районе 300-400. Я не знаю, как ролики на тот момент набирали такие огромнейшие просмотры. Я этого абсолютно не ценил. Я делал ролики на отъебись. Вот, абсолютно, как у меня сейчас выходят на основном канале, я делал то же самое из раза в раз. И просмотры только вот падали. И вот, я вот, если бы изначально начал заниматься вот каналом вот так вот на какой-то серьезке. Вот, выпускать ролики каждый день или хотя бы там, я не знаю, по 3-4 ролика в неделю. Сейчас я не представляю свою жизнь без Ютуба абсолютно. То есть, я не знаю, чем бы я мог заниматься, если бы не Ютуб. У меня нету каких-то других увлечений. Вот, все, что мне нравится, это озвучивать видео, монтировать видео. А делать превью для видео, это охуительно. Я не знаю, в какой бы сфере я себя нашел. То есть, звукорежиссер скучно, монтажер нудно. Превью мейкер это абсолютной бездарности и так далее. Дизайнеры это абсолютной бездарности, которые делают какую-то субъективную хуйню, которая нравится только им, однако толкают это за огромнейшие деньги. Вот тот же Артемий Лебедев или наподобие того. То есть, есть очень много дизайнеров, которые вот... Ну, вот самый популярный, который, наверное, знают все, это Артемий Лебедев. Его логотипы полнейшие дресня, блядь, за миллион рублей. Вот его логотипы, это прям полнейшая дресня. Это максимальная цена, которую можно просить за его вот эти вот логотипы. И то это, блядь, слишком большая цена этим логотипам, блядь, красная цена на 1100 рублей максимум. Потому что то, что делает он, вот эту вот дресню, это просто, блядь, невозможно смотреть. Однако, ладно. Однако, мы сейчас говорим не об этом. И вот вы знаете, я посмотрел на то, как растут подписчики, там, по 20 в день. Даже по 10 подписчиков в день, это охуительно. Это, я не знаю, уровень какого-нибудь ангела коса. Хотя у него там, вы знаете, побольше подписчиков, но у него и, блядь, просмотров дохуя. Когда у меня их там по 100, по 200 в лучшем случае. И вот, ну, мне абсолютно вот не хотелось это продолжать. Я понимал, что я вот сейчас наберу тысячу неактивных, блядь, подписчиков, из которых смотреть, там, будут человек 100, там, плюс-минус 200. И нахуя вот мне это надо? Да, разумеется. То есть, нормальное соотношение просмотров, это 10% от количества подписчиков. То есть, если у вас есть 10% от количества подписчиков, вы еще дышите, вы еще живете. То есть, да, при этом вот эти вот просмотры, вот 10% от количества подписчиков, они должны набираться за 24 часа. То есть, вот какие-то такие я форматы слышал, там, на вебинарах от партнерки, от других каких-то ютуберов. И так далее. В общем, плюс-минус где-то вот так вот. И вы знаете, вот тысячу подписчиков на основном канале, это было так охуительно, когда я смотрел, видел вот эту вот тысячу подписчиков, я понимал, ебать, как же это охуительно. Господи, тысяча, блядь, человек. Потом я видел просмотры, которые собираются, блядь, потом я видел, как люди от меня отписываются. Я нихуя не понимал, что я делаю неправильно. Однако, вот вы знаете, вот этим каналом я хотел подтвердить вот эту вот свою гипотезу, которая уже, наверное, стала теорией, что если ты будешь делать ролики каждый день, там, и выкладывать их в одно и то же время абсолютно любую тему, то есть, разумеется, я мог стать кем угодно, техноблогером, там, бьюти-блогером, блядь, не дай бог, конечно, и так далее. Там вот эти, лайфстайл-блогером, кем угодно, если бы я выкладывал ролики просто каждый день, вот в определенное время, допустим, в 20.00, я бы мог стать кем угодно. Однако, я этого не хочу, вот сейчас пока что для себя. Вот именно школы и студенчество, это такие вот оптимальные дни, оптимальные часы, оптимальные года для того, чтобы заниматься каким-то своим YouTube-каналом, потому что потом у вас появляется работа, там, какая-нибудь женщина, какие-нибудь, блядь, дети, не дай бог, и всё, и у вас миллиард обязательств, у вас миллиард долгов, вы, блядь, ничего не хотите в этой жизни, вы просто как ебаный биоробот работаете и так далее. То есть, меня это абсолютно не устраивает, мне нравится делать что-то на YouTube, и если это в будущем будет приносить такой доход, что я на эти деньги смогу жить, это будет охуительно, это будет, блядь, самая большая вот благодарность для меня. Я буду считать, что я добился в этой жизни абсолютно всего, это моя мечта, работать вот именно на YouTube. И вот это даже нельзя назвать работой, это хобби, которое тебе приносит деньги. То есть, работа, в моём понимании, это вот какой-то физический труд, когда ты устаёшь, когда ты вот чешешь языком, или делаешь там ещё что-то, это абсолютно не работа. То есть, это полнейшее говно, будем честны. Работа это жёсткий, физически изнуряющий тебя труд вот каждый день. Иногда вот там, когда капиталист позволит, сможешь отдыхать и так далее. Это абсолютно не для меня. Я понимаю, что я абсолютно не такой человек. Я, то есть, для меня важно что-то создавать, что-то вот именно, чтобы люди это смотрели, чтобы люди этим делились и так далее. И вот YouTube это, блядь, лучший вариант для меня. Я обожаю YouTube, я рад, что существует такая платформа, на которой вот я могу что-то делать, это будет кто-то смотреть, и я с этого ещё и могу зарабатывать деньги. Это охуительно, это классно. В общем, я думаю, что вы меня поняли, для чего я затевал всю эту войну с Долорензи. Просто по приколу, просто по рофлу. Вот проверить, будут ли на меня подписываться или нет. Я проверил, на меня подписываться в самом деле будут. Теперь подписки угомонятся, на меня будут подписываться там по 2-3 человека в день. Ну, вы знаете, лучше по 2-3 человека в день, при этом они будут активны, при этом они будут во мне заинтересованы, чем там по 15-20 человек в день, при этом им абсолютно похуй на меня. Они подписываются просто для того, чтобы меня поддержать вот в этой вот войне против Долорензи. Хотел бы сказать всем, кто был на трансляции, кто хотя бы просто зашёл на трансляцию, это уже плюс один просмотр, в статистику и так далее. Хотел сказать вам всем спасибо, кто вот заходил, кто там прописывал вот эти вот, знаете, команды, там восклицательный знак Зе, восклицательный знак Долор и так далее. Всем огромнейшее спасибо, я вас всех очень люблю, спасибо большое. Если вы мне поможете добить ещё и тысячу подписчиков до лета, то я буду, наверное, ну, самым лучшим человеком, самым не лучшим человеком, нет, ни в коем случае, самым счастливым человеком, вот прям на свете. Буду дико доволен, однако это невозможно. Ну, нет, ничего невозможного, но вот с темпом, ростом моих подписчиков я апну вот эту тысячу подписчиков где-то к зиме, дай бог, вот, где-то, я не знаю, там, к декабрю, вот, ну, я думаю, вы меня понимаете. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok